Стоп, стоп, досмотри до конца! Лолл Стим Маркет это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нём информацию. Сделка пройдёт гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Кстати, я знаете, что я сегодня нашёл, когда мылся? Я с этого прям подохуел. Ааа, нашёл на стримбейс, и там, короче, есть краткое, 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 краткий сюжет. Так, вот, получается, канал, где-то здесь должна быть история. Во! Биография из Тинтика. Это, что вы понимали, чуть ли не, ну, по-моему, самый популярный сайт, где-то можно найти всё самое-самое-самое у стримеров. А, я помню, что раньше залетал постоянно этот Хесус говорил, «Бля, накручивайте мне лайки, чтобы я был там возник по популярности!» И тут они, короче, добавили биографию, ребят. Подождите, посмотрите, что тут у меня по основной биографии мужской, но это правильно, возраст правильно, семейное положение всё правильно, образование высшее, ну, я, кстати, его не закончил, поэтому сложно сказать, что высшее, ну, да ладно. «Добро пожаловать в биографию из Тинтик, где мы расскажем о пути и истории успеха популярного стримера Твича, известного своим контентом по джаз-чаттинг». Нихуя себе. «Стример из Тинтик родился 16 мая в Иваново. Стример вырос в семье археологов». «Чего, блядь?» «Отказ от ответственности». «А почему, не знаю, не в семье проституток, там что-нибудь такое?» «Почему? Какие археологи?» «Чего вообще они это взяли? Откуда? Для чего?» «Я не понимаю. Откуда они взяли это?» «Ну ладно». «Стинтика не интересовался джаз-чаттинг, когда ему было 24». «Чего? Откуда это вообще взяли?» «Какие 24 интересовался джаз-чаттинг?» «Если ютубом занимался на протяжении всего времени, всегда. А стримил чисто ради рофла. Даже не ради рофла, а ради того, чтобы пришли к проблему встречу. «Работал в разных областях, прежде чем добиться успеха на Твиче. Стример столкнулся с многими трудностями, но всегда был настроен решительно. Следовательно, следовать своей страстью джаз-чаттинг». «Прорывом для Стинтика стал 2015 год, когда стример получил значительную аудиторию на Твиче, с тех пор он продолжал набирать популярность. Достижение 100 тысяч подписчиков, стример стал примером для многих начинающих на Твиче. А пройденный путь не может не вдохновлять». «Чего?» «Вы знаете, как я набрался тысяч подписчиков?» «Я, короче, стримил раз в миллиард лет, шо вы понимали. И, по-моему, делал ролики из разряда, ну, что «Ребята, у меня есть Твич-канал, я, может, когда-нибудь постримлю КС-ку». «И люди подписывались». «И я не помню, и точно ли 100 тысяч подписчиков в 2015 году?» «По-моему, нет». «Как успешный стример на Твич-стинтик построил хорошую карьеру?» «Стример зарабатывает на жизнь благодаря своей страсти и достиг финансовой устойчивости». «Стример смог установить постоянный доход и стать успешным предпринимателем в индустрии стриминга». «Доход 1000 долларов». «Доход за рекламной интеграцией 500». «То есть, по мнению вот этого сайта, я зарабатываю с партнерской программы Твича 1000 долларов в месяц». «А за рекламной интеграцией меньше в два раза». «Вы ничего не путаете, ребята?» «Ну, то есть, шо на Ютубе, шо на Твиче, рекламной интеграцией, по крайней мере, у СНГ, всегда дороже стоит, но это как минимум. А про 1000 с Твича в месяц, это какие-то баснословные цифры, я хз. Это откуда вообще взято?» «Там в месяц, дай бог, наберется баксов 50». «Даже меньше, наверное». «Ну, с подписками, там, ну, если кто-то подпишет, там много, то, возможно, побольше». «Я не знаю, там очень мало». «Это тоже, кстати, немного, ну, неправда. Там как раз-таки они должны поменяться местами, как минимум, как минимум, даже искал дважды». «Ну ладно, девайсы стриминга». «Стиминг, стиминг, блядь». «Стинтик стримит на HyperX Cloud Flight». «Чего?» «HyperX Alloy FPS Pro». «Чего?» «Logitech G703». «Откуда они это взяли вообще?» «Steel Serious Quick», «BankUZO». «Все неверно». «Ни единого правильного девайса». «Стример вложил много денег в настройку своей трансляции, чтобы зрители получали лучший опыт». «Тем временем, вложился в HyperX, CloudLight». «Стример гордится своими девайсами и всегда старается улучшить их, чтобы предоставлять контент на высшем уровне качества». «Ну ладно, личная жизнь». «Помимо карьеры стримера, «Стинтика интересует сбор марок». «Чего?» «Коллекционирование монет?» «Генеалогия». «Какие нахуй монеты?» «Какая генеалогия?» «Какой сбор марок?» «Сткуда вы вообще это взяли?» «Стинтик — многогранный человек с широким кругозором, который любит исследовать новые вещи». «Также Стинтик активно поддерживает семейные традиции, связанные с играми и развлечениями. Типа домашние настолки ненавижу». «Стинтик придает большое значение балансу между личной и профессиональной жизнью, всегда старается сохранять здоровый баланс между работой и личным временем». «А, стараюсь, что-то не получается». «Короче, знаете, что за обидно?» «Я смотрел с телефона, и тут были немножко другие данные. Там, походу, кто-то переписывает постоянно». «И, в общем, тут была надпись о том, что я начал заниматься Твичом из-за депрессии». «То есть у меня была депрессия, я начал заниматься Твичом». «Стинтик имеет много интересных планов, в том числе создание клипов и редактирование видеоматериалов для канала». «Создание клипов, ребята, я занимаюсь». «Если кому-то нужен клип, как у Моргенштерна, звоните, я решу вопросик». «Стинтик всегда стремится улучшать свой контент и предоставлять лучший опыт для своих зрителей. У «Стинтика» много интересных проектов и работ, и стример с нетерпением ждет, чтобы поделиться ими со своей аудиторией». «Ну тут хотя бы не соврали». «Вывод». «В заключении, «Стинтик имеет замечательную карьеру в качестве стримера на Твиче. Его успех — это свидетельство трудолюбия, таланта и преданности своему делу. Синтик стал источником вдохновения для многих начинающих стримеров. Его путь свидетельствует о том, что с трудом и настойчивостью можно достичь любой цели». «Пиздец». «А, это мышь!» «Ну да, она у меня есть. Только знаете, в чем прикол-то?» «Это та самая мышь, которую я своровал Слана Гуокамоли». «То есть, вероятнее всего, когда я своровал ее, я сделал фотку, они думали, что я ей пользуюсь. «То есть, видимо, они думают, что я вообще настолько бедный, что я ворую мышки Сланы и ими пользуюсь. Ну иначе я это объяснить не могу». «Монитор, кстати, тоже почему-то тот, который, по-моему, я использовал давным-давно. «То есть, суперстарый». «Клаву» я такую никогда не использовал. «А такие наушники» я исключительно что рекламил. «То есть, я их рекламил, если такими не пользуюсь». «Вот, кстати, как... Вот, блядь! Кстати, корпус мой! Блок питания... Ты долбоеб? Слушай, я не знаю, если сейчас просто дальше будет 40-90, я сгорю, ну, с долбоебизма человек, который оставлял эту сборку. Ты вообще ебнутый или что? Он просто придумал сборку? Чего? Чего? Для стримера Стинтик микрофон Блюэти является важным устройством для стриминга джаз-чаттинг. Стинтик может производить звук высокого качества для своих зрителей. Вы вообще рофлите, что ли? Подожди, как команда StreamBase собирала информацию об устройствах и настройках стримера Стинтика? Какие источники мы использовали? Команда собирала информацию об устройствах гаджета стримера Стинтика, используя различные источники. Во-первых, мы использовали страницу Стинтика. Да вы пиздоболы, блядь! Вы просто пиздите! Мне интересно, а у других тоже такая выдуманная история всегда? Вот давай ради интереса откроем вот, ну допустим, биографию Хесуса. У Джана есть? Или только мне ее написали? А почему у нее такая маленькая? У меня больше написано. Наверное, если такая маленькая, то она правдивая, скорее всего. Ну да, да, скорее всего правдивая. Надо искать чуваков, которые менее подумают. Го-го-камоли. Хотя, смотри, у него там что-то продумано тоже как-то. Человек не Слейта, а там что, Слейт есть? Какой в жопу Челябинск? Что он еще в Челябинске делал? Стример вырос в семье геймеров. Слейт интересовался, когда ему было 23 года. Какие нахуй 23? Ему лет 19 не исполнилось. Что за говно это? Кто пишет это? Прорывом для Слейта стал 2017 год. Интересно. С тех пор он продолжает набирать популярность, участие в крупном благотворительном мероприятии. Стример стал примером для многих начинающих. Ты он сам, блять, начинающий, нахуй доход вместе с партнерской программы 3 бакса. Девайсы Слейта. А, там, короче, всем пишут, я так понимаю, силсериесы, да? Обязательно. Личная жизнь. Тихо. Помимо карьеры стримера Слейт интересует собирать виниловые пластинки, играть в настольные игры, ходить на концерты. Также Слейт активно поддерживает семейные традиции, связанные с играми и развлечениями. Планы на будущее. Ах, я не прочитал, кстати, свои планы на будущее. Они у меня еще были? Или я прочитал их? А, это я читал, это я читал. Получается, здание уникальных и оригинальных комиксов и манги, связанные с играми. Бля, я ебал. Они реально от пизды что-то пишут? Это не Ронки просто выбирают? Или что за говно? Что у Каши? Ну, Каши, я думаю, нормально прописали. Ну, да, видишь, типа, у кого-то нормально прописывают, а у кого-то шаблоны, как у меня. Нелли Рэй. Ну, чё, Нелли Рэй? Чё у тебя? Смотреть лайвстрим. Подписчиков 103 тысячи. Биография Нелли Рэй. Стример родился 20 августа 12-го года! Подожди! Если я родилась 12-го года, то... Блядь! Блядь! Извините, я не хотел! Какого хера? Ей получается... 11? Нелли 11 лет! Чё? Какого члена? Стример интересовался политикой и историей. Она в 11 лет интересовалась политикой. Ещё живёт с мужиком 28-летним. Так, стоп! Вот, по-моему, здесь самая реально интересная жизнь это у Нелли, а не у меня, не? Причём я 7 лет встречаюсь с 11-леткой. Кстати говоря, получается, я с ней начал встречаться, когда ей было сколько? Сука! Ой! Нелли интересовался за счастьем, когда ему было 7 лет. Ладно. Начал стримить, чтобы узнавать новые игры. Блядь! На Твиче его можно стримить за 14 лет. Нелли стримит во семьи уже. Лучшее, лучшее. Путь к успеху, стинтик. Ой, Нелли Рэй. Прорывом для Нелли Рэй стал 2016 год, когда стример получил значительную аудиторию. Получение приглашения на стриминг известной игры до её релиза. Вау! Так, Нелли Рэй стримит на... Какие девайсы там у тебя? Чего, блядь? Откуда вообще всё мимо? А что касается Rival, ну, вы чё? Вы чё, ебанутые? Она её не поднимет. Она тяжёлая очень. Девайс подобран искусственным интеллектом с вероятностью 54%. Блядь, ты наебал, что ли, смотрел искусственный интеллект? Капец, я не знаю, это реально ИИ просто собирало историю человека. Помимо карьеры стримера, Нелли интересует сбор марок. видите, мы встречаемся. Также, Нелли отделится фотографиями и историями из детства. Нелли имеет много интересных планов, в том числе запуск собственной студии по разработке игр. Я в ахуе. Я просто в ахуе. Я просто в ахуе. Честно, это просто шок. Нет, вот просто, кого ещё посмотреть можно? Надо прямо сказать, не шибко популярных чуваков. То есть популяр... О, Тоха! У него вряд ли есть биография. Стример родился в 2004 году в Краснодаре, Россия. Чего, блядь? Почему только я старый? Объясните, почему только у меня возраст мой? Стример был активным участником школьного журнала. Заинтересовался Твичом, когда ему было 15 лет. Прорывом для Т2Х2 стал 2015 год. Он получил награду лучший контент для зрителей. Плэнт версус зомби, наверное. Девайсы. Это чё вообще такое? Если покажете Татохи, он ухуеет. Сибири? Вы чё, рофлите? Личная жизнь. Стримеры интересуют сборка моделей, известный стример, который вдохновил свою семью создать свои собственные каналы. Блядь, что? Свою семью создать собственные каналы. Т2Х2 имеет много интересных планов, в том числе организация собственной выставки, посвященной игровой индустрии. Ля, как же всем удобно. Пятёрка? А тут пятёрка есть в Топе? Его нет. Да, мы тоже не сделали историю. Стример пятёрка родился в 2007 году в Воронеже. Стример интересовался экстремальными видами спорта и приключениями. Прорывом для пятёрки стал 2014 год. С тех пор он продолжает набирать популярные создания собственного приложения. Помимо карьеры стримера, пятёрка интересуется бегать, заниматься тяжёлой атлетикой и плавать. Также пятёрка стример, который помогает своим родителям понять мир игр и стриминга. Чё за х... Какого хера вообще? Пятёрка имеет много планов, в том числе запуск в свои собственные социальные сети для поклонников. Но подевайся мне хоза, может такими пользуются. Гоу Дрейка? Подожди, стоп, стоп, да она реально фамилия Шевцов? Какого хера? Стример Дреков родился в 2003 году в Санкт-Петербурге, Россия. Стример вырос в семье бизнесменов. Я не могу, сука. Это же не Россия, да, всё делает? Вы же понимаете, что люди могут зайти и посчитать биографию и охуеть? Да, я понимаю, ты заходишь и здесь отказывают ответственности, но идите в жопу. Люди не будут смотреть на это. Ой, ладно. Прорывом для Дрейка стал 2020 год, когда он получил 100 тысяч подписчиков. Но пока всё нормально, плюс-минус. Помимо карьеры стримера, Дрейка интересует играть с домашними животными, рисовать, писать стихи. Также Дрейка стример семья, который проводит конкурсы и призы для своих зрителей и их семей. Во как! Дрейк имеет много интересных планов, в том числе участие в качестве эксперта на конференциях и конгрессах, связанные с играми и стримингами. Я просто представляю эту штуку. Приходит Дрейк такой на конференцию, спрашивает, как вам новая игра? Он такой, это, ну, короче, игра, блядь, она просто, ну, имба. Я подхожу к ней, думаю, ёбаный в рот. Это что, игра, что ли, какая-то? Ну, это, блядь, пизда, охуденно. Сука, я в шоке. А Мазелов есть? Бля, у него написана история. Сука, ему писали личную историю, но это неинтересно. Так, вот что у Ротосика? Ротосик родился в 990 году в Днешний Новгород. Это, это сколько ему лет получается? Ему 33 года, вы понимаете? Он что, 32 в октябре только был? А, уже был 33, всё. Стример вырос семьею юристов. Охуеть. А, прорывом стал 2023 год. С тех пор он продолжает набирать популярность в получении награды «Самый крутой, зрелищный стрим года». Это, наверное, где он пельмени делал. Так, личная жизнь. Помимо карьеры стримера, Ротосика интересует садоводство, комнатные растения, пчеловодство. Также Ротосика организует семейные игровые ночи. Стоп, что? Что подразумевается под семейными игровыми ночами? Он свингер? Ладно, ладно. Ротосика имеет много интересных планов, в том числе создание музыкальных композиций и саундтреков для игр. Нормально вообще? И девайс, хотя у него прям охуенный. Так, ДК. Даниил Владимирович Кашин. Владимирович? Приятно познакомиться. Так, Владимирович им надо всегда поаккуратнее, ребят. Стример родился в 96 году в Казани. Не, ну, кстати, может быть ему реально 27 лет. Я хз просто. Ну, как звучит, как будто правда. 27 рядом. Стример вырос в семье учителей. Чего? Подожди, реально нормальная биография? Подожди, достижение 2 миллиона просмотров на вашем стриме. ДК интересуется заниматься йогой, заниматься медитацией и ходить в походы. Также ДК Инг участвует в благотворительных мероприятиях, чтобы помочь семьям с детьми. Ну, это вообще уже какое-то вранье пошло. ДК Инг имеет много интересных планов, в том числе участие в создании фильмов и сериалах, связанных с играми и поп-культурой. Ничего себе. У меня на Википедии своя статья, они что, не могли просто скопировать с Википедии и вставить? О, это пиздец, это стримбейс, это вообще жесть какая-то. Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам, хоть все болит, но не пойду к врачу.